Эпическое событие масштаба Махмутлар. А что ты купила? А расскажи мне, что нового. А народ-то пришел за пряниками. Задают боевой дух. Ух, я посмотрю, какие они будут через неделю. Такие вот одеваете, идете, устраиваете провокацию. Опять золото, и дальше снова золото. Друзья, всем привет! Я Елена, приветствую вас на канале Алани Жизнь Без Купюр. Ну что, дождались? Эпическое событие масштаба Махмутлар. У нас после 10-летнего долгостроя наконец-то завершено строительство. И сегодня открылся торговый центр. Но знаете, смех смехом, а торговый центр-то большой. Я думаю, что он побольше Аланиума. Во-первых, у него 4 этажа, насколько я знаю. Но мы сейчас пойдем это все исследуем. Потому что есть граунд, то есть подземный этаж. А наверху 5 или 4 этажей. Короче, я уже заблудилась в цифрах, но это не суть. Суть в том, что это действительно большой торговый центр. Ох, какое количество брендов здесь представлено будет. Но сразу у модников расстрою, сразу. Сама расстроилась. Ни Zara, ни H&M, ни Massimo Duty. Ну хотя бы это, это. Нет. Но много, много всего турецкого, много всего спортивного. Здесь будет, кстати, не только одежда. Здесь и технические товары, какие-то салоны связи, там все такое остальное. Здесь большой будет фудкорт, я так понимаю, целый этаж. Ну поэтому, наконец-то, наконец-то, все махмутларовцы, и даже кистелевцы, и даже кыргаджатцы. Не могу вам это говорить. Короче, все-все сюда. Вот здесь-то мы все с вами и будем сталкиваться лицом к лицу. Поскольку это наша, махмутлар-то все-таки это деревня. Да и вообще Алания, по большому счету, деревня. Вот тут вот мы все с вами и будем. Привет, как дела? А ты как? А ты куда? А что ты купила? А расскажи мне, что нового? А какие модные тенденции в этом сезоне? Ну, короче, девочки, девочки, место встречи. Так, ну, еще один неприятный момент. Ну, не то чтобы неприятный, но все-таки. Короче, сегодня же первый день открытия, но официальное открытие, вот знаете, как положено? Там, да-да-да-да-да, прирезание ленточки, там, шарики. Они отложили. Говорят, будет позже, потому что, я вам сейчас скажу, почему. Смотрите, они так торопились, даже еще кое-что не доделано, вы видите? Ну, в основном-то все, конечно, сделано, но видно, что вот там еще чуть-чуть. Ну, и ладно, ну, без шариков, без ленточки. Несмотря на то, что даже нет официального открытия, церемонии, посмотрите, во-первых, парковка. Я сейчас, когда подъехала, такая, о-го-го, а народ-то пришел за пряниками. Ну что, друзья, вот прям центральный вход. Вот, ну, естественно, сразу тут проверяют и личные вещи, и все такое. Да, кое-что не открыто, кое-что не открыто, но в основном-то очень неплохо. Классическое, классическое устройство торгового центра на цокольном этаже. Да мы сейчас, наверное, быстро пробежимся и покажем вам, что тут у нас по этажам. Я думаю, да. Как всегда, я хочу вставить полезную информацию о нашем телеграм-канале. Друзья, подписывайтесь, я вас призываю. Но это не ради того, чтобы поднимать рейтинги нашего канала, нет. Вы просто, если не читаете, вы не в курсе того, что здесь происходит. Каждый день максимальное количество новостей, полезной информации, рейтингов, каких-то там еще выкладок, я не знаю, статистики, политических обзоров. Присоединяйтесь. Цокольный этаж нулевой, мультибрендовый спортивный магазин. Все-все-все. У нас, по-моему, где есть такой? Настя, Валанье у меня, да. Так, вот как раз вот салоны связи были задуманы разместить все на цокольном этаже. Я вижу, да, еще некоторые не открылись, но будут. Вот это тоже. Мультибрендовый спортивный бутик. Что я вижу? Найки, что еще? Пума, Адидас, Конверсы. Ну, короче, мультибрендовый. И вот все-все-все и пожалуйста. Так, дальше Бойнер, витрина Бойнер, она пока не открылась, но будет, ладно, подождем. Так, это что у нас такое? Спорт, да, опять спорт. В общем, ребята, берите на заметку, внизу спорт и салоны связи. Да, так. А, Мави, Мави загнали на первый этаж, на цокольный этаж. Ну, надо же. Ну, ладно, здесь еще будет Мави. Окей, пошли выше. Так, друзья, лифты, но они, по-моему, еще не запущены будут. И прямо возле лифтов вкусняшки решили разместить. Дальше пошли оптики. Ну, тоже мультибрендовый. Ватсонс. Это косметика. Да, ходовые средства, косметика. Опять оптика. Что еще здесь будет? Идем по кругу. О, вижу пока затянутую витрину. Ну, там такой аппетитный кофеек в чашечке. Наверное, там будет экспресс-лаб. Точно, да, кофейня. Вот здесь прямо при входе будет кофейня. Вот этот первый этаж, входная группа. Здесь в основном расположены магазины оптики, ювелирные изделия. И вот здесь оказался магазин игрушек. Ого! А что-то у нас, по-моему, в Аланьуме-то нигде не представлены. Кошарель. Неплохой, кстати, бренд. Книжный магазин. Здесь есть и книги на русском языке. Ну, правда, кусочие цены такие ужасно. Но если уж вы прям сильно задасковали по бумажной книге, можно сюда. Опять золото, и дальше снова золото. Окей, идем выше. Ребята, ну людей-то много. Народ-то пришел. Всем любопытно. Причем не только иностранцы. Турки тоже любопытствуют. Ну, конечно, наверное, никто пока ничего не покупает. Но все-таки оказаться первыми в день открытия, это прикольно. Фирменный, ребята, не мультибрендовый, а прям родной Адидас. Не только обувь, а вообще все. Вот она витринка-то. Вот она витринка. Вот они манекенчики-то наряженные так, как надо. Хеллоу! Вот ребята нас зазывают уже. Наромакс. Знаете, это, короче, такая игра слов. Когда я первый раз в Турции увидела вывеску вот эту, я такая, Макс Мара! Да, да ладно! А это Маромакс. Так, ну это турецкая одежда. Кстати, вот мужской и женский. Лен. Очень даже симпатичный прям отсюда увижу. Классическая мужская одежда, он у нас есть как раз в Аланиуме. И Коль, в Аланиуме тоже есть. Хотик. Да, обувь. Обувь, обувь. Я ее видела во многих торговых центрах и даже в Манавгате. Кстати, друзья, кто не смотрел наши обзоры шоппинга по большим торговым центрам, вы посмотрите, тоже любопытно. Это у нас что? О, Пьер Кардин. Да, Вуман. Ой, наконец-то Вуман. Господи, а то всегда только Мэн. Вот реально. Вот реально. Что-то какая-то была дискриминация вот у них. Наконец-то. Так, провок. Ну такая, вух, обувь такая, вух. Вот такие вот одеваете и идете, устраиваете провокацию на одну из вечеринок. Пойдемте в Бенетон. Вот не могу не пойти в Бенетон. Наконец-то большой отдел. Потому что Екта Мол, отдел прям маленький, там очень хороший детский, я вам уже показывала. И в детском я купила себе такую зачетную, толстую эту безрукавку, вообще такую ляпуардовую. И ношу с удовольствием. Так, ну все тот же детский. Ой, обожаю детское, обожаю. Господи, какие хорошие, красивые вещички в Бенетоне для детишек. Ну просто восторг. Слушайте, кто нас тут нас слышит, видит, приходите. Ну подороже, конечно, чем в Вайкике, но зато посмотрите, какие краски. И качество у них хорошее, ничего не выстирывается, не линяет. Так, и мужское, и женское. Ну да, деткам все-таки здесь это, большую площадь отдали. Ну хотя бы вот есть и мужское. Ой, ну наконец-то хоть мужчины тоже приоденутся. Ой, ну посмотрите, лен. И причем такой вот, знаете, не жесткий, такой шикарный лен. Цвета-то какие. Ой, ну наконец-то наши ребята могут. Ой, а вот это какая прелесть. Ну, не, ну посмотрите. Ой, не, я прям Бенетон люблю. Честное слово, я Бенетон люблю. Ну и вот для нас, для девочек тоже. Ух ты, разнообразные расцветки. Классно, я рада. Хорошо, пойдемте дальше. Вот смотрите, здесь еще очередной бутик Network. Здесь смешанное и женское, и мужское. Я думаю, это турецкий бренд. О-о-о, парфюм. Нишевый? Типа нишевый. Хороший отдел мужской одежды. Прям такой хороший. А-а-а, так вот, вот я поняла. Пьер Кардин. Вот отдельно они. Слушайте, ну у них точно какая-то проблема. Они разделили отдельно бутик мужской одежды, женской. Что-то они как-то не очень хотят совмещать мужчин и женщин. Ну и вот турецкая обувь. Не только спорт, хотя и спорт тоже есть. Мультибрендовая и спортивная. Ну и такая обычная обувь. Самсонайт. Вот, очень качественная, дорожная. Все, что вам нужно в дорогу, прям действительно качественная. Здесь, смотрите, не закончено. Золото, бриллианты. Куда же без них. Окей. Это получается у нас второй этаж. А если с цокольным считать третий. Поднимаемся выше. Так значит, сколько я насчитала этажей? Цокольный раз, первый, второй, третий, четвертый. Четыре этажа. Четыре. А вот на пятом, хотя нет. Раз, два, три, четыре, пять с цокольным. Ребята, пять. Ага, первая накладочка, с которой мы столкнулись. Эскалатор выше не работает. Пойдем ножками. Ну мы можем. Мы же не такие же старушки, правда, Настя? Так вот мне интересно. Знаете, мне какая мысль посетила? В субботу на этой площади субботний рынок. А парковка-то только на этой площади. Потому что, насколько я вижу, подземного паркинга нет. Может он где-то есть в глубине, но во всяком случае, пока мы его не наблюдаем. Если, допустим, его нет, то в субботу, получается, вы не сможете приехать в торговый комплекс и припарковаться нормально. Так, друзья, икрю. Помните, помните, мы снимали до этого шоппинг? Икрю. Это очень веселый, смешной магазин, где я шапочку примеряла с ушками. Вот тут для деток. Мне прям для деток очень все нравится. Ну, вообще-то и для креативных взрослых найдется все, что нужно. Так что заходите, рекомендую. Пола. Пола, кстати, какой-то не слишком большой отдел. Видели мы и побольше. Ну, наверное, достаточно. Вот это что? А, белье. Ой, может качественное. О, слушайте, походу, что качественное. Просто посмотрите на марки, которые здесь представлены. Может, будем надеяться, что хотя бы Дим. О, Дим. Дим, я здесь не встречала еще. Помните, я вам говорила в предыдущем видео, но проблема на эти белье. Какой-то неизвестный мне бренд. Рокко Хом. Мы же с вами знаем только Мадам Коко и English Home. Вот, смотрите, конкуренция. Вранглер. Прям чистый вранглер. Все, и женское, и мужское. Так. Хумил. Или хамил, как правильно. Поправить, если я не так говорю. Короче, это турецкий бренд. Спортивные обуви. Кстати, вот так вот, знаете, на каждый день. У меня вот для прогулки с собаками я покупала нормальная обувь. Это у нас кто? Лофт. Привет. Все такие сегодня довольные, потому что еще они не устали. А когда неделю их будут атаковать покупатели, ух, я посмотрю, какие они будут через неделю. Ой, какая обувь впереди нас ждет. О, какие блестящие. Всякие блестящие дамские. Ой, ну надо же. О, Коллинз. Большой. Кстати, Коллинз прям большой-большой. Классно. Ну вот мы не удержались, ребят, мы не удержались. И зашли посмотреть, что у них соответствует трендам этого сезона. Настя, ты у меня комментатор на этот счет. Ну, короче, ребята, боимся комментировать? Короче, сами придете и посмотрите. Какая-то наверху массовая встреча, там хлопают в ладоши. Что-то там происходит интересненькое. Магазин белья Пенти, мы все его знаем, он есть во всех торговых центрах. Мы поднимемся выше. Короче, я поняла, что это за маленькие группки, которые сами себя бодрят. И это персонал определенных. Видите? Ну, персонал определенного там магазина или что. Вот у них, значит, так. Ух! Победим! Сейчас продадим больше всех. Задают боевой дух. Пока последний этаж для посещения. Потому что на этаже выше еще ведутся работы. И там-то как раз, я вижу, и будет фудкорп. Но он пока, видите, еще в рабочем таком виде. Так, де-факто, огромный магазин. Прям огромный. Он занимает вот на этом этаже прям целое крыло. И девочки, и мальчики. И тут, наверное, и детская будет. Ну, все как положено. Да, большой магазин. Вот они, эта вся банда. Банда из де-факто. Ай, давай по ним с другой стороны. Я боюсь, они нас затопчут. Магазин техники. Он пока не открыт. Здесь предполагается, будет местечко. И не маленькое. Прям целое крыло. Для техники. Так, катон. Катончик. Кстати, катон это вот Аланьи Минет. А многие любят его. Хотя есть в Аланьи в центре большой магазин. Но вот здесь тоже есть катон. Хорошо. И детская секция есть. Потом Люфиан. Вот, хорошая мужская одежда. Прям реально тоже хорошая. Мне нравится. Вообще, вот мы все в нашем кругу, наших девочек заметили, что в Турции, ну, во всяком случае, в нашем регионе, мужская одежда выбрать качественную, хорошую, легче, чем женскую. Женщин тут как-то чуть-чуть поддавливают. ЛТБ. Веселенькая молодежная одежда. Очень даже бывают креативные вещички. Будет Минесо. Минесо. Это вот как раз то, что мы показывали вам, икрю. Просто в некоторых сценах называется как икрю. А вообще оригинальное название Минесо. Видите, два отдела даже. О, для сна и для дома. Я вижу витрина, но она пока не открыта. Вот здесь будет все для деток. Прям сити бэби. Стор. Ну, пока не открыли. Ну, прям, судя по названиям, там будет прямо для малышей, для грузничков, потому что я вижу Чика, Овент. Собственно говоря, мы прям галопом пробежали по всем этажам, ну, чтобы не затягивать видео. Оно такое чисто обзорное, что вы можете здесь увидеть, что вы можете здесь купить. Но атмосферка такая, заряженная. Все такие в ожидании чуда и начало шикарного шопинга. И особенно мне понравилось вот это вот групповое подбадривание работников каждого магазина. Вообще они такие энергичные и молодцы. О, с покупками идут некоторые. Ну, ладно, мы не будем сегодня ничего покупать. Хорошо, ребята, приходите, отдыхайте, наслаждайтесь. Я с вами прощаюсь и до новых встреч. Пока-пока.